Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Сегодня я вам расскажу сказку, а называется она «Про козу». Жить были в одной деревне дед, бабка и внучка. Жили-не-ту жили, горь не знали. Сидят они как-то вечером за столом, ужинают, кашу едят. Съел дед ложку каши и говорит, «Что это мы все без молочка да без маслица?» Вот была бы у нас коза. Все, решено, еду на базар покупать козу. Ну, вот так они и порешили. В воскресенье поехал дед на базар. А там всякой скотинки-животинки, видим-невидимо, Как у нашего соседа, весела была беседа. Вся скотинушка играла, ребятишек забавляла. Конь в гармонии, коровы в рёвы, А быки в три ноги, кобылицы в скрипицы, А бараны в барабаны. Овцы и в донцы, госи и в госли, Отки и в дотки. А свиньи ходили, хороводы заводили. Вот идёт старик по базару, смотрит всякого товара. Глядь, мужичок стоит, козу продаёт. А козочка-то у него такая вся беленькая-беленькая, Чистенькая-чистенькая. Он и спрашивает у мужичка, Сколько твоя коза стоит? А тот ему три гроша. Пожалел старик денег. Ой, коза-то у тебя уж такая чистенькая, Уж такая беленькая. А вот испачкается. Мыл-то не напасёшься. Не буду покупать. Ну и пошёл дальше, смотрит. Другой мужичок стоит, козу продаёт. А козочка такая у него вся чёрненькая-чёрненькая, Как уголёк. Старик подошёл к нему и спрашивает, Сколько твоя коза стоит? А тот ему два гроша. Опять пожадничал старик. Ой, коза-то твоя так черна, как смоль. Только ребятишек пугаться. Не буду покупать. И пошёл дальше. Глядит, третий стоит мужичок и тоже козочку продаёт. А козочка-то у него такая вся. Пёстренькая-пёстренькая, миленькая-миленькая. Глазками-то хлоп-хлоп. Сколько твоя коза стоит? Один грош. Обрадовался тут дед. Всё, беру по рукам. Купил он козу и повёл её домой. Привёл и наказывает бабке и внучке. Вот вам козочка. Хольте её, лейте её. И молочко у нас будет. Завтра, внучка, ты поведёшь козочку на пастбище. Да смотри, чтоб козочка-то поела да попила. На следующее утро повела внучка козочку на пастбище. Козочка весь день травку щипала, водичку из ручейка пила. Вот так и день прошёл. А вечером внучка погнала её домой. А там у ворот уж дед стоит, поджидает и спрашивает. Козочка, козочка, пила ли ты, ела ли ты? А козочка ему и отвечает. Как бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бежала я через грабельку, ухватила воды капельку. Как начал старик ругаться на внучку. Ах ты, внучка, козочку-то не накормила, не напоила. А внучка ему говорит. Да коза твоя, грушка, обмачется. Не поверил ей старик. Всё, бабка, завтра ты пойдёшь пасти козу. На следующее утро бабка повела козу на пастбище. Смотрит за ней. Козочка травку щиплет, водичку из ручейка пьёт. Так и день прошёл. А вечером повела она козочку домой. А дед-то уж опять стоит у ворот, поджидает и спрашивает. Козочка, козочка, пила ли ты, ела ли ты? А козочка ему отвечает. Как бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бежала я через грабельку, ухватила воды капельку. Ах, кущ прежнего! Рассердился старик. Ах ты, бабка, не накормил козу, не напоила. Ничего вам доверить нельзя. Завтра сам пойду пасти козу. На следующее утро сам пошёл на пастбище, повёл козу. Грядит за ней, наблюдает. Козочка травку щиплет, водичку из ручейка пьёт. Но думает, сейчас-то она по-другому взговорит. Вот же вечер. А он вперёд к козе забежал, встал у ворот и спрашивает. Козочка, козочка, пила ли ты, ела ли ты? А козочка ему отвечает. Как бежала я через мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бежала я через грабельку, ухватила воды капельку. Ах, тут ты понял, старик, что коза-то обманщикца. Ах ты, коза-дереза! Как схватил он палку, а коза-то увидела, и как припустилась бежать. И прямо в лес убежала. Вот бежит коза по лесу, смотрит, избушка стоит. А там зайчик жил. И дома нет никого. Забежала она в дом, залезла на печку. Сидит хозяин, поджидает. А тут зайчик домой возвращается. Подходит он к дому, а там... Тапы-тапы ногами, забодаю рогами. Топ-топ ножкой, забодаю рожкой. Ах, испугался зайчик, убежал. Сидит на дорожке и плачет. Тут лисичка-сестричка идет. Чего это ты, зайчик, плачешь? Да как же мне не плакать, лисичка-сестричка? Ко мне в избушку зверь невиданный пожаловал. Лисичка-сестричка, помогу я твоему горю. Пойдем его выгоним. Ну, пошли они к дому, подходят, а там... Тапы-тапы ногами, забодаю рогами. Топ-топ ножкой, забодаю рожкой. Ах, испугались звери, убежали. Сидят на дорожке, плачут. Тут Мишка-косолапый идет и спрашивает. Чего это вы, зверь, тут сидите, плачьте? А лисичка-сестричка ему отвечает. Да вот в зайчикину избушку зверь невиданный пожаловал. Никак не выгоним. Ну, это я вам помогу. Пойдемте, вместе-то мы его в раз выгоним. Пошли они к дому, подходят, а там... Тапы-тапы ногами, забодаю рогами. Топ-топ ножкой, забодаю рожкой. Ах, испугались звери, убежали. Сидят на дорожке, плачут. А тут откуда ни возьмись. Петушок, золотой гребешок, масляноголовушка, шелково-бородушка, коса на плече. Ну и спрашивает зверей. Ку-ку-ку, чего это вы, зверь, тут сидите, плачьте? А Мишка-то ему отвечает. Да вот в зайчикину избушку зверь невиданный пожаловал. Никак не выгоним. Ну, это я вам помогу. Пошли, звери. Подходит-то они к дому. И тут петушок, золотой гребешок, как закричит. Ку-ку-ку! Иду-иду на ногах, несу косу на плечах. Снесу тебе голову с плеч. Полезай с печь. Как услыхала коза, как куверкнется с печи и побежала. А звери устроили пир на весь мир. А коза-то опять без дома осталась. Бежала она, бежала. Смотрит, а на окраине леса ребятишки играют в горелки. Подбежала она к ним и запела песенку. Шла коза по лесу, по лесу, по лесу. Искать себе принцессу, принцессу, принцессу. Увидели ребятишки козу. И давай вместе с ней песенку петь, да плясать. Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. Ножками потопаем, потопаем, потопаем. И так они до вечера играли. Уж больно ребятишкам понравилась козочка. И забрали они ее с собой в деревню. А козочка решила, больше никогда и никого не буду обманывать, и стали они жить-поживать и добра наживать.